На термометре плюс 30. Наступило долгожданное лето, а вместе с ним в среднюю полосу России пришла жара. Высокие температуры изнуряющие действуют как на взрослых, так и на детей, и кроме этого могут причинить серьезный вред здоровью. На открытом воздухе можно запросто получить тепловой удар, а использование кондиционера в офисах и квартирах провоцирует развитие простудных заболеваний. Как уберечь себя в летние жаркие деньки, мы спросили у специалиста. На самом деле способов защиты универсального не существует, оно должно быть комплексное. Когда мы говорим о комплексном воздействии, в первую очередь мы должны вспоминать о водном режиме, то, что 100% нас может защитить от перегревания. Исключить полностью следует газировку и слабоалкогольные напитки. Содержание сахара в газированных напитках так высоко, что утолить жажду лимонадом не получится. А употребление алкоголя в жару способно нанести непоправимый вред организму. Оптимальный выбор – это негазированная вода, зеленый чай и травяные сборы, которые к тому же полезны для здоровья. В день человек должен выпивать от 2,5 до 3 литров, чтобы не нарушать водный баланс в организме. Кроме этого, в жаркую погоду важно носить правильную, легкую и необтягивающую одежду, чтобы воздух мог свободно циркулировать. Также необходимо носить головной убор, чтобы защитить голову от солнца. В помещении можно использовать вентиляторы и кондиционеры. Однако следует помнить, что от человека техника должна быть минимум в 3 метрах и не иметь прямой направленности. Если мы говорим о кондиционере, то мы должны с вами всегда помнить, что это должно быть разница между, допустим, уличной температурой внутри помещения никогда не должна превышать 10 градусов. На улице 30 кондиционер не ниже 20. Это во избежание, конечно, простудных заболеваний. Летом простудные заболевания протекают достаточно тяжело, тоже с достаточно большими осложнениями гнойно-септическими. Ульяновцы в большинстве своем рады приходу жарких деньков и спасаются от солнечных лучей разными способами. Пью побольше воды, холодной желательно, и стараюсь меньше находиться под солнцем. Нам хорошо, тепло. А как вы спасаетесь от жары? Вот в тенечке. А какие способы еще знаете? Веер, кондиционер. Мы просто пьем воду. Побольше воды, побольше жидкости, холодный душ. Тоже полезно. Сижу в холодном помещении. А какие еще способы знаете, как можно спасти? Квас попить, в холодильник закрыться, не знаю. Если все же случилась беда, человек получил тепловой удар, то нужно не заниматься самолечением, а обратиться в больницу. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Улправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова